Творческое объединение Фантасмагория Костюмированная вечеринка, хэллоуин, имперсивный спектакль, вампирский фуршет ждет вас 8 ноября в 22.00. Заявки на участие вы можете подать по ссылке под видео в описании. Ждем вас в театре Ромэн. Всем доброго времени суток, всем привет. Сегодня приготовлю котлетки очень сочные и нежные. Я прокрутила в фаршу пол килограмма свинины, жирненький. И курицу я прокрутила 300 грамм. У меня грудка обычная, 300 грамм достаточно будет. Итак, мы это все подготовили. Сюда же мы добавим 3 луковицы, это по весу 300 грамм небольшие луковицы, 5-6 зубчиков чесночка, ну и конечно же капусту кусочек. Это придаст нам сочность, грамм 150 будет достаточно. Итак, нарезаем лучок произвольненько, чтобы поместить его в мясорубку и прокручиваем. Все на мясорубке. Хлеба я не добавляю в эти котлетки, у нас пойдет капуста. Она нам придаст сочность и нежность. Итак, порезали капусту произвольненько, чтобы вместилась в мясорубке и прокручиваем. Итак, все превращаем в фарш. Ну а теперь мы посолим, поперчим. Ну и перемешаем. Обязательно одно яйцо вобьем. Чесночок сушеный, черный молотый перчик, соль естественно, паприка сушеная. Все берем по желанию. Запомните, соль и черный молотый перец. Добавляю чайную ложечку с горочкой соли. Это нормально, это немного. Ну или солите по вкусу. Пол чайной ложки черного молотого перчика, чесночок пол чайной ложки сушеного я имею ввиду и свежий, сушеный. В общем, все перекрутили мы. Итак, отправляю пол чайной ложечки паприки. Этого достаточно будет для вкуса, аромата, цвета. И яйцо одно вобьем. Я весь фарш готовить не буду. Я сейчас его перемешаю, поделю на две части. Отправляем яйцо и превращаем все это в одну родную массу. Перемешиваем. Хорошо, хорошо. Долго, долго. Или же потом отбивайте фарш. Я не отбиваю, я его хорошо перемешала и поделила на две части. У меня будут голубцы, а вот тут мы приготовим котлетки с этого фаршика. Итак, масло грамм 200 для жарки понадобится. Панировочные сухари берем или хлопья овсяные. Я возьму 6 ложек овсяных хлопьев и превращу их в такую как бы пушистую нежную крошку. Вот так, блендером. Все превратили, вот мы все измельчили. Отлично, вот такой вот песочек. Совсем измельчать не надо. Сделаем так, чтобы средненько было. Подготавливаем водичку. Ну и лепим наши котлетки. Смачиваем руки. Берем фаршу полную ложку с горкой, столовую ложку. И лепим котлетки. Тут уже какой хотите размер, лепите уже по вашему желанию. Я вот такие небольшие котлетки леплю. Выкладываем на панировочные сухари или же на овсяные хлопья измельченные. И так несколько штучек я налеплю и будем жарить. Вот так. Овальные, круглые, длинные, как хотите, так и лепите, какие вам нравятся. Масло у меня грамм 200. Выливаю 100 грамм на сковородочку. Так как я буду два раза жарить и два раза сковородку будем менять, чтобы чистые котлетки были. Масло грамм 100 у меня осталось, как видите. Так как я буду еще жарить, повторяю, на второй сковородке вторую партию котлет. И так налепили котлетки. Обваливаем их в панировке. И вот так вот приплюсниваем немножко, чтобы получилась красивая форма. Совсем толстые не делаем. Слегка их приплюсните, и они будут у вас в меру толщиной. Выкладываем котлетки и жарим всего 8 минут. Я выкладываю котлетки на средние разогретые сковородки. Сильно не разогревайте сковородку, чтобы она у вас не дымела. И жарю котлетки на четверочки. Сильно гонек не делайте. Второй раз, когда я переверну котлетки, я накрою и конфорку даже убавлю на тройки. Вот сейчас они у меня на четверки жарятся. Я прикрываю крышкой и убавлю конфорочку еще на троечку. Котлетки у меня жарятся ровно 4 минуты. Я под крышкой полностью жарю. Переворачиваю еще на 4 минутки, закрываю и котлетки будут готовы. Вот рецепт я оставлю под видео в описании. Также под видео в описании найдете ссылочку на наш семейный канал, на инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Перевернули котлетки. Накрываем крышкой еще на 4 минутки. Крышку обязательно протрите салфеткой, чтобы не было на крышке вода, пар. То есть, как видите, огонечек прикрутили, как и сказала на троечке. Открываем аккуратненько, чтобы пар не капнул в сковородку. Прошло еще 4 минуты. Всего котлеты жарились у меня 8 минут. Котлеты очень сочные, нежные. Не передерживайте котлеты, не пережаривайте. И они у вас будут вот такие вот сочные и нежные. Сока очень много. Снимаем быстрее, чтобы весь сок не вытек. Благодаря капусте вот такие сочные котлетки получились. Ну что ж, снимаем, выкладываем на блюдо и подаем на стол. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok